Всем привет! Сегодня я на завтрак готовлю оладьи овсяные, но таким интересным способом. Мне лично на дно питания нужно 4 столовых ложки. Я делаю для себя. И заливаю кипятком. Пока распаривается, я почищу и потушу луковицу одну. Так, овсянка у нас запарилась. Она твердая еще, но уже запаренная. Ну такая, полумягкая, полутвердая. Кстати, я вот такую люблю и ем себе просто на завтрак. Сегодня я хотела приукрасить свой завтрак. Одно яйцо мы сюда добавим. Немножко посолим. И выложим одну головочку жареного лука. Кто любит овсянку, милости просим. У кого сахар не поднимает, у меня он визу поднимает сахар. И он не очень любит, ну и я отстранился от нее. А я для себя делаю. Я люблю овсянку. В любом виде. Кстати, тоже совсем недавно я стала любить. Лет как 10, наверное, только последних. До этого я все время говорила, что она сопливая. Все, пойдем на сковороду жарить. Жарю я на блины сковороде, потому что здесь поверхность побольше, чем обычно. И все оладьи сразу входят. Без масла жарю. Еще и не вошло. Я много, видимо, овсянки положила. Обычно вот так в меня все и входят. Это уже лишнее. Ставлю на средний огонь. У меня на шестерку ставлю на тройку. И так постепенно будут жариться. И закрываю крышкой. Отлично. У меня на средний огонь. И закрываю крышкой. Все. Ставлю на средний огонь. И вот наше оладьи готово. Вариант, у меня есть где-то, я делала на своем канале, но вкупе с какими-то еще блюдами плюсом, вот отдельно сняла. Это для тех, кто любит овсянку, у кого сахар не поднимает, кто считает, что овсянка полезна, вот, пожалуйста, это вариант. Вариант поедания овсянки. Я налила кофе, это мой завтрак. Я, кстати, вот эти как научилась есть овсянку, так я и ем по 4 столовых ложки сухой. Вот это как раз, вот прямо полное у меня хорошее насыщение. Ну все, всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!